Приветствую вас, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Понимаете, какая штука? Вы находитесь в, я бы сказал, болезненных, созависимых отношениях со своими родителями. То есть это не только, это не только ваша мама, но это ещё и, судя по всему, ваш отец, с которым у вас тоже сложные отношения. Достаточно, судя по тому, опять же, что вы написали. И именно от этих отношений, которые болезненные, которые деструктивные, которые сказываются на вас негативно достаточно, вот эти отношения вам нужно, я бы сказал, менять. Да, то есть я бы сказал, что эти отношения, они, ну, вам на пользу, в общем-то, не идут. Вот. То есть это такой очень важный момент, который, значит, необходимо вам для себя уяснить. Вот. Это первое. Второе. Значит, Вы пишите, что, значит, мама проявила агрессию, обвиняя, значит, вашего отца в смерти кошки. Мама, значит, до этого мама переклинила, что их семья со стороны отца рушит, убивает себя грубо, что они виноваты в смерти её любимцев. Меня это задело, у нас с ней были подобные эпизоды. Она меня отменяла в смерти котят. То есть, знаете, у вас есть чувство вины. У вас есть чувство вины. Это ваше чувство вины. Которое вам, которое вам привела ваша мама. Вот. То есть, вас задело, вас задело что-то. Ну, в данном случае, вас задело вот то, что мама вас обвинила по, ну, там, в каких-то моментах. Ну, вот. И вы, соответственно, на неё начали наезжать. Условно говоря. То есть, вам, ну, вы болезненно восприняли её слова. Вот. Ну, ну, собственно, вопрос, опять же, к вам, да. Вопрос, опять же, к вам. Из-за чего вас это задело. То есть, вот вы пишите, меня это задело, ибо у нас были с ней эпизоды. Вот. Значит. Хотя я за ней ухаживал, это уже про бабочку в больнице последний месяц, наплевав на защиту диплома. И как меня тогда колбасово словами не передать. Ну, вот. Что значит, что значит, а, раз колбасово, и что значит, а, что не передать словами. Вот. Это, конечно, очень интересный, на мой взгляд, момент. То есть, вас, грубо говоря, колбасово, но вы, что, вы ничего не сказали, получается? Вы ничего не сделали, получается, чтобы, ну, чтобы как-то ситуацию изменить, например. Вот. То есть, вам было что-то неприятно, вам было что-то, ну, вам что-то не нравилось. Вот. А вы ей ничего не выразили, получается. Вот. Вопрос. У меня к вам. Почему? По какой причине? Так. Вы говорите, что вы забыли, то есть, опять же, забыли, ну, говоря забыли, вы подразумеваете то, что вы вытеснили. Дальше, сказать, что такие обвинения на и так стрессовую почву, кто-то умер, совсем не ложатся. Ну, знаете, стресс испытываете вы, и ответственность за стресс, да, она как бы на вас, в первую очередь. Вот. То есть, это, к вам вопрос. Это вопрос именно к вам. Почему вы испытываете стресс? Условно говоря. Еще раз повторю, условно говоря, почему вы испытываете стресс? Вот. Дальше, значит, так, у меня эти обиды так глубоко засели, что вы только всплыли сейчас. Ну, вот здесь, на мой взгляд, вам надо бы понять такую, в общем, простую вещь, что ваши обиды, которые застряли, это ваши обиды. То есть, отношение, как бы, к обидам, оно ваше. Понимаете? Такая штука. То есть, вы и так отреагировали на обиды достаточно негативно, получается. Вы отреагировали на обиды вот так, как отреагировали. Вот. И тут, конечно, надо бы понять, надо бы понять, почему, по какой причине вы так отреагировали на обиды. То есть, почему загнали внутрь ребят. Вот. Значит, я понимаю, что тут на десяток сеансов, но мне только один вопрос. Как себя вести? Ну, опять же, вести себя нужно так, вот. Вот есть чувства, да? То есть, есть чувства обиды, есть какие-то ещё чувства. Собственно, именно они, эти чувства выразились, как бы, ну, в данном случае. То есть, хорошо это или плохо, в данном случае, ну, не столь важно. Вы это выразили, вы как бы хотели выразить это, что бы выразили. Как бы, измениться нужно перед мамой своей за то, что, например, вы как-то вот, может быть, поступили. Ну, не совсем адекватно. Вот. Но, тем не менее. За что-то вам перед ней нужно извиниться, потому что в чём-то вы неправы. Вот. Ну, а что-то нужно оставить и от чем-то нужно выявить. То есть, необходимо разграничить, необходимо разграничить то, что вы испытываете, то, что вы чувствуете, да? И, соответственно, именно ваши какие-то ожидания от мамы, там, именно ваше какое-то чувство вины перед, там, за то, что, ну, там, она вас обвиняет, да, там, к примеру. Вот. И так далее. То есть, это как бы... Это всё ответственность исключительно ваша. Вот. Понимаете? Какая штука. И вот за это вам нужно взять на себя ответственность. Ну, и маме следует высказать, как бы, какие-то вещи, которые вы считаете, значит, неадекватными. Да. Вот и всё. Я думаю так. Ну, и с вашими обидами, конечно, нужно работать, потому что, ещё раз повторю, отношения, отношения у вас с вашими родными складываются, ну, совсем, как бы, негативно, вот, это нездоровые отношения. К сожалению, к сожалению. Возможно, вы слишком эмоционально привязаны к своей маме до сих пор, и, возможно, вы по-прежнему зависите от её мнения. Вот. Возможно, она, по-прежнему, как бы, на вас имеет какое-то влияние, плюс ответ, с которого вы, ну, тоже имеете какой-то негатив. Значит, суммируя всё вы сейчас сказанное, да, мне кажется, оптимальный вариант – это прийти к маме, извиниться перед ней за, например, ну, за ваш взрыв, да, за форму, вот, того, что вы сказали, потому что… это было, наверное, перебором, вот, ну и всё, в принципе. Я думаю, я думаю, так. Опять же, нужна какая-то, ну, цель, цель, нужна какая-то цель. То есть, как вести себя, чтобы что, на самом деле. И может ли вы вести себя так, если у вас ресурсы, предусловие, что вы вот своей обидой, как бы, свои чувства обесцениваете. Вот. А чтобы вести себя адекватно, нужно иметь для этого ресурсы, а у вас такого ресурса нет, судя по тому, что вы пишете. Вот. Такие дела. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо